Омская Городская Дума Виктор Петрович, автор юбилейного спектакля «Омское время» Ольга Никифорова, Виктор Прокопьевич. Ольга Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. 150 лет омской драме. Вообще это много или мало для театра? Или какими были эти полтора века? Как вообще можно охарактеризовать омский театральный путь, Виктор Прокопьевич? Вы знаете, если говорить о театральной Сибири, то старше нас только Иркутский театр. Им уже там за 165 лет, а все остальное это мы. Это Омск. Да, в России есть театры и 250 лет отметившие уже тот же Астраханский театр, например, и так далее. Но что касается Омска, 150, конечно, это веха. Это веха. Вы знаете, театр очень достойно отметил свое столетие. И именно на столетие, на знамя театра, тогда первый хитарь обкома партии водрузил Орден Трудового Красного Знамени. Чуть позже, значит, в 1981 году театр был удостоен высокого звания академически. Это решение Верховного Совета СССР. Уже вот эти награды говорят о том, что, вы знаете, случайностей не бывает. И просто за то, что там какая-то дата, награды и в советское время, и в российскую действительность никто не дает. Просто так, да, не давали. А уже вот после того, когда ушел Мигдар Трудинович, ушел Борис Львович, значит, не Борис Львович, значит, бывший Мездрич Борис Михайлович ушел из театра. Я пришел в 2001 году. Театр по-прежнему творческий был состоятелен. Здание театра оставляло желать лучше. И вот в 2001 году господин Полежаев, тогда губернатор, принял решение. Мы не останавливали работу, но за 4 года театр сделали и внутри, и снаружи. Вот, к сожалению, здание надо сохранять, это памятник действительно. И у нас опять там где-то протекает кровля, где-то вдруг отходят фасады там и так далее, и так далее. И правительство Помской области, поддерживая нас, обратились в Министерство культуры на выделение федеральных денег. И в рамках 150-летия, я очень надеюсь, что мы их получим, если не в этом году, то на следующий год. И опять поддержим театр. Хотя внутри сегодня театр сверкает, как настоящее театральное здание. Но сверкают и наши артисты. Вы знаете, все, что выходит сегодня на сцену, продается в лед. Вот, я не знаю, были какие-то проблемы за эти вот 23-24 года. После пандемии особенно народ как-то не сильно ходил в театр. Но сейчас только выложенный репертуар, а все продается. Сметают билеты. Сметают билеты. А вот можно я скажу, я тут занялась таким исследованием, и я подсчитала, сколько же зрителей посетило театр за 150 лет. И оказалось, что это где-то, понятно, что это подсчеты такие, условные, но у меня вышло 15 миллионов. Круто. То есть это маленькая страна или мегаполис. 15 где-то вот в районе этого. Я просто считала, я средняя. И меня это всегда трогает, удивляет. Вот там награды, власти отмечают. Но то, что публика омская, вот так вот, вы же понимаете, нам 150 лет, да? Значит, революция, гражданская война, голод, война, перестройка, 90-е, пандемия. Театр устоял. И театр устоял, и театр все равно пользуется успехом. И не только у амичей. Когда ты говоришь, что ты работаешь в омском драматическом, все сразу говорят, о, да, это... Знак качества. Знак качества абсолютно. Потому что редкий театр сохраняет на протяжении всего, всей своей жизни, такой статус в театральном мире. Это редкий театр. Потому что театр, как и человек, там, взлеты и падения, и все что угодно. В омской драме это все, даже если он там где-то иногда проседал, это было незаметно. Это заметно как бы только для творческого коллектива, когда, ну, что-то происходило, да? Но это абсолютно никак не сказывалось все равно на статусе вот театра. Поэтому мне ужасно приятно, что я такую вычислила. Ну и, по сути, вы пятилетку, да, полную отпахали в качестве заведующего литературной части? Ну, я пятилетку отпахала. А потом я еще пахала, приезжала и делали фестиваль Академии. Я была зам... Родоначальница была фестиваля Академия. Выложила это все на бумаге вместе с известными театральными деятелями. И вот у нас родился фестиваль Академия, который мы, к сожалению, сейчас приостановили, потому что этот фестиваль был на Европу. То есть Россия и Европа. Но сегодня Европа закрыта не потому, что мы такие плохие. Не по вине театра, да? Да, не по вине театра, да. Нет, ну, Академию все-таки мы привозили, и Комедии Францесс, и... Да. И Веренний ансамбль, и национальные театры многих стран. И это было действительно очень здорово. И, опять же, вот главный посыл этого фестиваля было дать омскому зрителю что-то новое и новое впечатление. Удалось? Удалось. Я думаю, да. Очень сильно. Учитывая высокие... Вот бы я сейчас сказала, не, вы знаете, вообще-то провалили. Нет, ну, может быть, знаете, бывает, как нет предела совершенства, все равно какие-то моменты подмечаются в процессе работы. Ну, безусловно, мы с Виктором Прокопьевичем пережили там очень много ситуаций, когда какой-то коллектив не долетел до нас, и приходилось решать какие-то проблемы. Но все равно это все уходит, потом только вспоминаешь... В памяти хорошая. Да, остается, и вот мне даже сейчас там кто-то... Ой, Академия, Академия была хорошая, это здорово. Поэтому, но то, что театр готов всегда к новому, это тоже говорит о его качестве, понимаете? Юбилейный спектакль состоится в день рождения Омской драмы 28 мая, и в рамках празднования уже прошла череда премьер. Виктор Прокопьевич, что было показано? И знаю, что вы были в Санкт-Петербурге, уже побывали на нескольких площадках. Да, ну, у нас прошел фестиваль, даже не фестиваль, а гастроли наши в Санкт-Петербурге. Мы работали на трех сценах. Значит, это открытие было на сцене Малого драматического театра, Театра Европы в центре столицы Северной. Значит, затем сцена Театра на Васильевском и Большой дворец Горького, который тоже как бы еще одна площадка Театра на Васильевском. Значит, с успехом прошли и на Тысячном зале, и вообще в Питере нас больше ценят и любят, чем в Москве. Хотя понятно, что в Москве мы ездим на фестивальные спектакли и гастроли, теперь у нас уже периодически на сцене Театра Вахтангова. Но я всегда так сильно не радуюсь тому, что у нас и в Театре Вахтангова все продается. Просто в Театр Вахтангова идут. Идут, идут, потому что любой спектакль, который там будет, он будет продан. Так уж в Москве сегодня повелось. Наверное, это лучший театр по поводу посещения зрителями. Поэтому в октябре месяце мы поедем на недельные гастроли, покажем там шесть спектаклей своих. Значит, Кирилл Игоревич сам предложил нам, я имею в виду директора театра, говорит, почему вы в год такой 150-летия к нам не приедете, потому что мы были в прошлом году и хорошо прошли там, целую неделю тоже работали. И вот поедем в этом году. Ну и обычно вахтанговцы к нам приезжают. Мы меняемся с вахтангом. Вахтанговцы к нам, на следующий год мы к ним. Ну вот мы поедем еще и в октябре. А перед этим съездим вот опять же в Санкт-Петербург на фестиваль. В апреле месяце «Гроза» спектакль Островского повезем. Они сами нас пригласили. Ну и нам это тоже интересно, несмотря на то, что совсем недавно там прошли гастроли. Повезем туда спектакль. Затем поедем во Владикавказ. Это родина Евгения Вахтангова. И театр Вахтангова проводит там фестиваль свой. Будем работать со спектаклем с камерной сценой. Мой дедушка был в Вишне. Спектакль у нас такой удачный, что его сейчас везде зовут. На него нет билетов, когда бы там мы его не поставили в продажу. Но вообще вот все, что касается сказанных слов Ольги Петровны, действительно у театра есть какая-то путеводная звезда. И как бы там, какие времена не было сложные и трудно, и в советское время, и в России, театр всегда находит жизненную ситуацию, и зрителя зовет к себе. У нас сейчас много критики. Есть отдельная критика, может быть, не совсем справедливая. Зачем? Перед юбилеем про критику. Нет, подождите. Критика, я имею в виду, там профессиональная, непрофессиональная. Но когда зритель прочитал, он хочет пойти посмотреть. А у нас есть книга отзывов. Прямо вот для публики. И как же работаете с возражениями? Пишите, пишите все, что хотите. И знаете, если там посмотреть, то там 90% того, что зритель приходит, получает удовольствие. А главное в театре — это зритель. Согласны. А я думаю, актер все-таки, нет? Ну, актер — это... Или вешалка в гардеробе, с которой все начинается. Да, да, да. Нет. Все, что касается внутренней жизни, да, это актер, конечно. Это коллектив, творческий коллектив. Нет, ну, конечно, для кого театр работать? Не для себя же. Ну, конечно. Поэтому, кстати, вот мы делаем 28-го этот юбилейный спектакль. «Омское время». «Омское время». А 30-го мы его сыграем для зрителей. Для зрителей. Потому что 28-го будет очень много приглашенных. Да, закрытый показ, скорее. Он не закрытый будет, но очень много будет приглашенных, бывших сотрудников, гостей города, гостей вообще. И поэтому мы приняли решение, что мы должны сыграть именно для омского зрителя еще раз с 30-го числа. То есть у нас будет такой двухдневный. 29-го мы передышку сделаем после... Но это мудро, да? Да, мудро, правда? Ну, передышка для творческого коллектива. Абсолютно. А мы-то вообще, мы же не отдыхаем. А мы не отдыхаем. Да. Дело в том, что расписан этот праздник, как бы, начиная с 26-го, 27-го, на камерной сцене будут творческие встречи с выдающимися людьми, которые сегодня там... Кто-то в Питере, кто-то в Москве. Значит, тот же Чиндяйкин, Николай Тростенецкий, значит, Петров. Ну, у нас две творческих встречи запланированы. 26-го и 27-го на камерной сцене. Первая встреча — это Геннадий Тростенецкий, бывший главный режиссер и известный, понятно, в Омске. И он будет со своей какой-то компанией актеров, которые с ним работали. Не знаю, там, Лысов, Чиндяйкин, Лебедев, кого он выберет пока. И вторая встреча — Борис Михайлович Мезрич и Владимир Сергеевич Петров, которые работали вместе, и с ними будет Ицков Юрий Леонидович. Вот будет вторая творческая встреча. Мы специально сделали так, чтобы у них была возможность рассказать о своих годах. В непринужденной обстановке. Да, потому что, на самом деле, омское время — это все-таки спектакль. У нас не будет... Можно я уже перейду, да? Да, пожалуйста, пожалуйста. У нас уже понесло. Вот. Юбилей — это жанр, ну, хуже не придумаешь. Вот, поэтому вот пришла идея не делать юбилей, как это в основном традиционно. Выходят, все поздравляют и рассказывают юбилярам, что им сегодня 150, о чем они, собственно, знают. И поэтому мы решили написать... Ну, как бы я написала текст, и это будет такой скорее гимн театру, гимн актеру, да? Театр во всех его проявлениях. Это будет трогательно, весело, смешно, грустно. Мы вспомним всех и новых актеров представим. Ну, это спектакль, это прям вот пьеса, которая как бы будет развиваться по законам пьесы. Ольга Петровна, вы работаете в паре с худруком театра Ермолаевой, Сергеем Волковым. Как отзоветесь о вашем коллеге? Вот Сергей Волков и актер Олег Теплоухов мы втроем делаем. Вот вчера мы просидели практически целый день, уже доводя до совершенства наш текст. Шлифовка. Шлифовка была. Ну, мы очень понимаем друг друга, и такая поддержка очень хорошая, потому что, безусловно, что я там ночами не сплю и год живу в панической атаке, потому что такая ответственность. И ответственность, потому что я очень люблю это место, этих людей, и мне хочется сделать так, чтобы это было, ну, по крайней мере, не стыдно, и я надеюсь, что это будет. А вот мои коллеги, Сергей и Олег, они просто рядом, как были. Ну, Сергей, скажем, отработал много лет, четверть века, значит, да, в театре, и он знает театр изнутри, и потом он много ставил, и будучи там на свободных хлебах, что называется, много ставил в Омске, и в театре Ермолаевой, в том числе, и на сцене Тюза, вот последние его премьеры даже в прошлом году выходили. Поэтому он знает изнутри театр, все. Да, и поэтому очень легко. Вот мы сейчас немного не знаем там молодых ребят, а основную труппу, конечно, и когда я писала, я уже знала конкретно, на кого я пишу. Да, под кого. Потом у нас будет очень много музыкальных, танцевальных номеров. Я надеюсь, что мы все отрепетируем и представим на ваш сутки. Юбилей будет блистателен. Омское время будет от 800-х годов до сегодняшнего. Я уже боюсь того, что зритель захочет увидеть и вновь, и вновь этот спектакль, придется включать в репертуар. На поток ставить. И Ольгу Петровну не отпускать. Прикомандировать, да, к Омскому телу. Я согласна. Виктор Прокопич, если можно несколько слов еще об одной майской премьере. Это спектакль «Похороните меня за Плинтусом» в постановке Романа Габрия, где заняты в том числе и народные артисты России. Как идет подготовка? Вы знаете, мы только начали полноценные репетиции. Вообще мы очень как-то вдумчиво и серьезно, с учетом сегодняшней ситуации вообще в мире, в России, подходили к этому произведению. Во-первых, это повесть. Это повесть. Мы попросили автора дать разрешение поработать театру, сделать, что называется, из этого, если не пьесу, то инсценировку. И сам Роман Габрия, режиссер, который уже у нас будет ставить третий спектакль, за это взялся. Естественно, главная линия остается. Значит, кое-что там мы убрали с учетом времени и так далее. Но получилась инсценировка, и он с большим удовольствием сам подобрал артистов, начинает работать. Мне кажется, что это просто зритель будет принимать, потому что это сегодня жизненная ситуация, когда распадаются семьи молодые, когда дедушки и бабушки приходится выращивать внуков и так далее. Ну, это не сегодня началось. Это, да, это вот... Но очень актуально. Но очень актуальная тема. Это всегда актуально. Это просто всегда актуально. Поэтому будем надеяться, что спектакль получится, как и прежние постановки Романа Габрия. Работаем. На юбилей в Омскую драму приедет Санкт-Петербургский театр на Васильевском, где сейчас служит большое количество наших актеров. И вот про Юрия Яцкова говорили, там Надежда Живодерова, Бродские. Лыжцов, Сергей. После юбилейного вечера они остаются у нас на первую неделю июня с гастролями. И поэтому они 30-го будут, они участвуют и в юбилейном спектакле, и 30-го они тоже будут в спектакле. Так что... Разогреются. А мечи увидят их. С руководителем этого театра мы знакомы с 1978 года. Когда я там работала. Да, да. Почти полвека. Да, почти полвека. И мы всех наших героев сами приглашаем, зовем. Вообще по списку у нас где-то около 90 человек приглашенных, которым мы и билеты оплачиваем, и гостиницу оплачиваем. Ну, такой юбилей, такой праздник, я думаю, что ни мы, ни бюджет, никто не пострадает. У нас есть спонсоры. Спонсоры, которые сегодня уже оказывают хорошую помощь. И Тимур Латарьевич, Латария Тимур Латарьевич. Значит, вот книга, которую готовит сегодня фонд духовного наследия, презентация будет 29-го. 29-го числа и... Майя тоже, да? Майя, да, мая. Вот как раз 28-го и потом 29-го. Мы очень надеемся. Я, в принципе, бываю, смотрю, потому что и наша литературная часть вся... Ну, все сотрудники заняты в этом создании книги. А много архивов пришлось перелопатить? Ой, вы знаете, там столько открытий, что, ну, все будут очень удивлены, сколько же все-таки за эти 150 лет театр сделал полезных дел, как вот Ольга Петровна сейчас подсчитала зрителя, да, 15 миллионов, так и там тоже. Поэтому книгу презентуем, книгу получим. Ну, и вот если театр на Васильевском к нам не приехал бы на гастроли, то люди, которые приедут, не с чем ему работать. Там полтрупы, это наши люди. Ну, так сложилось, так случилось. Диаспора богатая. Да, диаспора большая. Поэтому мы договорились с руководителем, и сразу там 30-го числа у них монтировка, а, 31-го монтировка, с 1-го числа они начинают работать. Они работают 8 дней, показывают свои спектакли. Спектакли уже есть. Какие они привезли. С программой можно ознакомиться, да? С программой можно ознакомиться. Но я не буду пока сейчас официально утвердят, пришлют, пока это все. Договор мы уже подписали. Подождем, да, действительно. Подождем, да, немного. Так что все нормально, это правильно все сделали. Значит, нормально. Кроме юбилейного издания, книжного съемочная группа 12-го канала, под руководством автора и режиссера Светланы Веретенниковой, сейчас работает над созданием юбилейного фильма о театре. Уже успели принять участие в съемках? Значит, да, коллектив активно участвует. И вот сегодня мы еще на собрании поговорим буквально после 11 часов сбора труппы в зале. Значит, ну, Света делает очень хороший фильм. Кстати, мы оцифровали на Масфильме. Карен Шахназаров нас поддержал за небольшие деньги. То, что было снято до того, да, и были хорошие моменты, фильмы и так далее. Вот мы это все оцифровали, сегодня получили. Не сегодня, несколько дней назад. И Света, конечно, эту историю включит. Как раз вот спектакль там «У войны не женское лицо», Геннадий Тростенецкий. Этот спектакль был удостоен премии. Извините, а то я забуду. У нас еще будет накануне, наверное, 24-25-го, показ старых спектаклей на камерной сцене. Наверное, там 6-7 спектаклей будет. Это для зрителя... Ну, вход по пригласительным билетам. Да, по пригласительным. Мы даже не продаем. Вот какие-то культовые спектакли мы покажем вот в юбилейную эту неделю. На камерной сцене. Вот такая история. Неоднократно уже сегодня в течение разговора поднимали тему востребованности проектов Омского драматического театра. А вот интересно, с течением этой эпохи, этих лет, насколько выросла конкуренция в актерской среде? Как артисты сейчас работают внутри труппы? А что вы имеете в виду? Попасть, стать частью омской драмы сегодня сложно? Я вопрос услышал. Вот назад мы провели прослушивание. Приехало на прослушивание 70 человек с разных городов страны. Да, география не только Сибири, Дальний Восток, и Москва, и Питер, и так далее, и так далее. Из 70 человек мы взяли одну пару. Значит, парня и девушку. Они поработали у нас 3 месяца, и ритм, который задан в труппе Омского театра... Не каждый выдержит. Да, не каждый выдержит. Добровольно сами. Ну, сначала парень подал, потом девушка за ним следом. У них, видимо, какие-то отношения уже были. Они с Екатеринбургом были оба. Значит, больше прослушиваний мы пока вот не проводили, но желающие попасть в труппу есть. Мы знаем, здесь есть 2-3 человека, которые мужского возраста, такого молодого относительно, могли бы у нас быть, но мы не торопимся. Вы, как правило, в межсезонье, да, эти вещи делаете? Да, это как раз после того, как театр завершает сезон, в межсезонье, до начала нового сезона, мы это делаем. Ну, в этом году нам не до этого. Мы проведем все юбилейные мероприятия, а на будущий год прослушаем. Ольга Петровна, не подкинете ли вы кадров из столицы для Овской дыр? Не, не подкину. Не подкинете. Есть главный режиссер, который ему с ними работать. Я могу только порекомендовать, например, или режиссера, или пьесу какую-то. Ну, завлитовские дела продолжаются. А актерские, это, конечно, должен выбирать только... Художественный руководитель, будем так говорить. Главный режиссер, он же художественный руководитель. У нас главный режиссер. Во многих театрах художественный руководитель. Есть такие театры, которые сообещают художественный руководитель или директор. Вот я этого не понимаю. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. В завершение нашей беседы интересно ваше мнение. Как вы думаете, какой будет Омская драма в свой 200-летний юбилей? Потому что технологии развиваются семимильными шагами. И сейчас и искусственный интеллект уже наступает на пятки. Что-то еще. Сохранит ли театр ту классику, к которой стремится зритель, переходя, переступая порог здания Омского драматического театра. Можно я отвечу? Пожалуйста. Я писала текст. Мы выпускаем семейный альбом, который... Первая часть была сделана на 125-летие. А сейчас вторая часть, где собраны фотографии не со спектакля, а из жизни актеров. Это такой трогательный семейный альбом. Я писала о том, что... Нет, это я все-таки в Омском для спектакля писала, что театру тысячи-тысячи лет. И вот там пришло кино, все говорили, все, театру конец. Значит, дальше там пришло телевидение, театру конец. Пришел интернет, театру конец. И... А театр живет себе и говорит, ребята, успокойтесь. Поэтому я думаю, и как у Чехова, и через 100, и через 200 лет театр будет жить, а каков он будет, это уже зависит от тех людей, которые придут на смену нам. Вот. И может быть, нас вспомнят. А нам надо работать, работать, и мы видим небо в Алмахах. И воспитывать не одно поколение последующих. Да, мне добавить нечего. Ольга Петровна все сказала. Действительно, театр вечен, и в любое время зритель в театре будет. Это живое общение, это просто глаза в глаза. Виктор Прокопич, Ольга Петровна, спасибо вам за это живое общение, вот за эти глаза в глаза, я думаю, что наша аудитория и слушатели, и зрители в соцсетях, и телезрители почувствовали эту гармонию уже в конце мая, в конце весны станут участниками и свидетелями юбилейных мероприятий. Приглашаем, будем рады. Спасибо вам. У нас в гостях были директор Омского государственного академического театра драмы Виктор Лопухин и театровед, автор юбилейного спектакля Омское время Ольга Никифорова. Алексей Попов прощается с вами Класса.